Телеканал Интер и 07 Продакшн представляют Больше всего на свете ему хотелось снимать кино. Это была не просто мечта. Кино – это смысл его жизни. За 40 лет он снял 20 фильмов и сыграл 80 ролей. В жизни вне экрана у него также все было почти, как в кино. Он был трижды женат на самых ярких советских кинозвездах. Причем каждый раз это была неимоверная любовь. Когда она проходила, он начинал пить по-черному. И снова снимал и снимался. Но, возможно, всего этого не было бы, если бы один раз капитан Владимир Басов не решил навсегда сбросить военную форму и круто изменить свою жизнь. Владимир Басов. Бегун на длинные дистанции. Владимир Басов для большинства зрителей – это звезда советских кинокомедий. Смешной человек, который может быть симпатичным в какой угодно даже самой отрицательной роли. Диапазон его таланта уникален. Басов даже в эпизоде почти всегда гарантировал успех и детским фильмам, и картинам для взрослых. Впрочем, становиться кинозвездой он не собирался. Тем более комедийной. На студии «Мосфильм» его считали очень серьезным режиссером, который снимал так много и быстро, что свободного времени у него почти не было. Знаменитым актером его сделал случай. Лето 63-го. У молодого режиссера Георгия Данелли полный завал с фильмом. Картину отсняли, почти утвердили название «Я шагаю по Москве». Но руководство не принимает фильм. Говорят, в нем нет конфликта и социальной критики. Данелли пытается спасти фильм и срочно добавляет эпизод с полотером, который получает молодого писателя. А ты слышал, если можешь не писать, не пиши? Да я могу и не писать. А вам что, не понравилось? Нравятся девочке. А литература – это искусство. А ты, как я посмотрю, лакировщик, а? Конъюнктурщик ты! Почему я конъюнктурщик-то? С чего вы взяли? Почему? Да потому, что у литературы свои законы. А Басов, как артист, возник тоже вроде бы случайно. Хотя никаких случайностей нету на свете. Все это проведение Божье. Потому что его встретил в том студии, где он работал над своей картиной, как режиссер, Георгий Николаевич Данелли. И говорит, сыграй мне эпизод. И так состоялся его дебют. Этот фильм стал дебютом и для Евгения Стеблова. Потом он еще много раз будет сниматься с Басовым. Но тогда, играя свою первую роль, молодой актер был просто поражен неординарными способностями Басова. Прилег на скамеечке взглянуть. Просыпаюсь. Часов нет. Пальто свистнули. Драповое. О, сюжет! А? Сюжет, да? Писатель должен... Надо сказать, что при такой... Которая у него была неординарной, так скажем. У него не было никаких комплексов неполноценности. Он абсолютно был такой уверенный в себе и в мужском смысле, и в человеческом, и во всех смыслах персонаж, вот если так можно выразиться. И даже его вот этот вроде бы очень странный облик, но вроде бы некрасивости, да? Но все это не замечалось, и все это как бы освещалось какими-то очень умными, со смешинками глазами. Он обладал невероятным юмором. Эти огромные уши, и вообще весь его облик, это, как говорится, ну, хуже не придумаешь, да, внешне. Но он обладал такой харизмой, мужской причем, что я знаю, что женщины просто были влюблены в него многие. И не случайно у него жены были, как говорится, первые красавицы нашего кинематографа. Первая жена Басова, Роза Макогонова. Соединение почти детской наивности и женской сексуальности. В 50-е годы такой типаж очень нравился зрителям. Басов познакомился с ней еще в институте, когда учился на режиссерском факультете. Именно ей он отдал главные роли в своих первых фильмах, и в конце концов сделал кинозвездой. Одно время ее снимали больше, чем других советских актрис. В одном он был не сдержан и очень эмоционален. Когда он влюблялся. Еще во ВГИКе, значит, там была такая только-только начинающая актрисочка, актрисочка Роза Макогонова. И вот этот вот офицер фронтовой влюбился в эту девчонку, которая только что окончила, поступила во ВГИК. Он был, мы все просто наблюдали со странным чувством такого, что так не бывает, его отношение к ней. Он постоянно, он не скрывал своего чувства, он постоянно говорил о том, как она прекрасна, как она замечательна. Он ухаживал за ней по всем светским правилам. Это было очень трогательно и очень странно, а для нас и всех просто и смешно, потому что мы не привыкли к такому обращению. Это же просто девчонка, это наша сверстница, что с ней так разговаривать? А он разговаривал именно так. Вот это его свойство так вот очаровываться женщиной и очаровывать женщину. Это было просто удивительно. Но Басов и Макогонова вдруг расстались. Причина – новый роман. В 1957-м Басов снова влюбился. И снова в студентку ВГИКа Наталью Фатееву. С ней он познакомился, когда среди студенток искал героиню для своего фильма. В прокат он вышел под названием «Случай на шахте 8». После премьеры у Фатеевой не было отбоя от предложений. Она отказывается от новых ролей, ведь Басов настаивает, жена должна заниматься семьей, а не карьерой. Но и этот брак распался. Басов много пьет. И Фатеева поняла, что это болезнь. Мы познакомились полтора года назад, случайно. И мне показалось, что... Ну, в общем, у нас ничего не получилось. Мы расстались. Ну, второй раз он встретил Наташу Фатееву. И, естественно, он ее полюбил. И они жили долго, много лет. И он очень ее любил. Ни с кем, конечно, никаких таких не было. Всяких там измен или что-то. Он очень ее любил. Но она ушла от него, потому что он одно время очень употреблял алкоголем. И он заболел этой болезнью. И она, естественно, ушла от него. Потому что вынести его было одно время тяжело. Но вы знаете, он так страдал от этого. Вот как-то мы шли с ним в ночь у чего-то. Он так плакал даже. Он говорит, слушай, я не знаю даже. Я так ее люблю. Она же мне родной человек. Ты можешь себе представить, и вдруг она живет в Москве, и не у меня в доме, не в нашем доме. У Басова не было по поводу себя никаких иллюзий. Он понимал, почему ушла его красавица-жена. Не скромь, я хотела бы знать его лучше. Но, к сожалению, мне это не удалось. Целый год он лечился от алкоголизма. Как сначала казалось, сумел преодолеть болезнь. Но вернуть Фатееву он так и не смог. От одиночества спасался в работе. В 1962-м Басов начал снимать фильм по мотивам пушкинской метели. Эту картину называли «Наибольшей неудачей Басова». Но у него было иное мнение. Басову этот фильм помог найти его третью, самую большую любовь. Я приехала на кинопробу, студентам не разрешали сниматься. И вообще даже нельзя было смотреть в сторону кинематографа. Но поехала, потому что кинопроба стоит 10 рублей, а стипендия 20 рублей. Деньги бешеные. И вот за этой десяткой примчалась сюда, в Москву. Прибежали ассистенты, познакомили меня с Рязановым и с Басовым. Басов опоздал. Я что-то просидела минут 10, уже сердилась, думаю, надо уходить. Потому что все равно сниматься не буду. Словом, распахивается дверь, входит Владимир Павлович. Сел напротив, стал почесывать затылок, говорить, что впереди у меня там какое-то светлое будущее, что весь мир передо мной. Ну, я слушаю, вежливая, надо выслушать до конца, хотя знаю, что я не могу сниматься. Потом он говорит, ну, будем сниматься. Я говорю, нет. Почему? Я говорю, ну, я в театральной студии, я не могу. Товстоногов никогда не разрешит, и вообще об этом даже не надо думать. Он говорит, будем сниматься, все в порядке. Я говорю, я тороплюсь. Ну, все хорошо, до встречи. Я думаю, ненормальный какой-то. И все, и побежала. Он вошел в другую комнату и сказал, я женюсь. Съемочная группа оторопела. Говорят, о чем вы говорите? У нее роман с артистом Шалевичем. Они вот-вот поженятся. Он сказал, это роман, а я женюсь. Все. Потом стал ухаживать, но ухаживал тоже странно. Он приезжал в Питер, времени у меня не было. Он сидел в машине, ждал, когда я выскочу. Я выскакивала из театра и говорила, ну, у меня только 15 минут. Он говорит, мы управимся. Вез меня в Европейскую. Там уже стоял суп, накрытый тарелочкой. Я съедала суп, быстро в машину и обратно. Ну, такого ухаживания я о нем даже не мечтала. Мне это было не нужно. Никаких притязаний ни на мое тело, ни на мою душу не было. Вот такое только. Я решила, что режиссер как-то присматривается ко мне. А потом, через два месяца, два с половиной, он приехал со своим товарищем в Питер. Меня вызвали в гостиницу. Я пришла на это свидание. И его товарищ, Алексей Леонтьев, сценарист, как и положено, в русских семьях просил моей руки. Вот так. Вскоре Басов забрал Титову из Питера к себе в Москву. И началась их семейная жизнь. Впрочем, официально они еще долго не были супругами. Басову некогда было зайти в ЗАГС. Его целиком захватила работа. Поэтому формальностями он не интересовался. Родители Валентины даже не знали, что она беременна. Их брак был зарегистрирован лишь после того, как на свет родился их сын Александр. Значит, я родила сына вне брака. Дала телеграмму. Поздравляю внуком Сашенькой. Ну, у мамы инфаркт. Папа немел. Приезжайте. Они приехали. Нужно идти к вагону и их встречать. Басов говорит, я у машины постою. Я пошла. Думаю, надо еще как-то сказать, кто. Потому что ничего не знаю, от кого родила. А потом, как позвать Басова. Они когда... Ну, в общем, шок полный. Он некрасивый, старше. А мои родители простые. Ну, вот они же это сразу увидят. Значит, я говорю, мама, ты только не волнуйся. Ты замуж-то вышла? Я говорю, вышла, вышла. Я говорю, ну, мы сейчас подойдем к машине. Ну, ты только не волнуйся. Папа как-то он довольно инертен. А мама, а та все... А-а-а! Словом, мы идем к машине. И Басов точно на мою маму выходит, хватает ее и говорит, Марья Ивановна, если бы я вас раньше встретила, я бы женился на вас. И моя мама, еще даже не рассмотрев его толком, уже сразу полюбила. Комплимент. Хитер. Вот так нужно брать тещу. И все. И до самого конца мама с папой держали сторону зятя. Правильно? Все правильно. Своя дочь, это своя. А это зять. Владимир Басов. Бегун на длинные дистанции. У него был талант нравиться. Причем не только тещи. После знаменитого эпизода с полотером его зовут сниматься коллеги-режиссеры. Он не отказывается. Его слова растет, как снежный ком. Они сразу его полюбили. Ведь он несколько комедийных там эпизодических ролей сделал. Но вдруг мы видим такой резонанс. Его все любят, его все знают уже. А вот мне казалось, когда он в нашей компании делает какие-то вот актерские зарисовки сумасшедшие, что мы все головы все теряют, хохочем. Вот. А там вот чуть-чуть зажимался. И то этого люди не замечали. Но мало кто знает, что у смешного полотера из фильма Данелии было тяжелое, а иногда трагическое прошлое. Владимир Басов прошел всю войну и закончил ее в чине капитана. Он командовал батареей и был тяжело контужен во время штурма Кёнигсберга. После войны его ждала блестящая карьера военного, но он ее оставил. Это одна из последних военных фотографий Владимира Басова. После этой фотографии он никогда не снимался в форме. Он вообще не любил на публике рассказывать о войне. Он пытался уйти от войны, отдалиться от нее. Это не только он, это очень многие ребята, я замечал. И Саша, вот то же самое делал и так далее. Некоторые держались за нее и все время подтягивали и делали ее значит, предметом своей жизни. они ее хотели натянуть на значит, вот наш уже послевоенный жизнь. А некоторые пытались освободиться, освободиться, забыть и попасть как бы в другой мир. И только раз он попробовал рассказать о войне зрителям с помощью кино. Вскоре после комедийного дебюта Владимиру Басову подписали заявку на фильм по роману Вадима Кожевникова «Счет и меч». Казалось бы, обычный роман о разведчиках. Но Басов увидел в нем что-то особенное. Держись, герои! Руку давай! Фильм, который снял Басов, выделялся на фоне огромного числа фильмов о войне. Это был фильм о любви к родине, которую одинаково испытывали и русские, и немцы. Главная женская роль советской разведчицы Нины опять досталась жене Басова. «Счет и меч» превосходная картина. Тематика, понимаете, как сделать вещь даже о войне. Все же зависит от внутреннего взгляда и отношения. Я считаю, что Басову удалось показать и очень красивых врагов немцы в картине совершенны. Выправка лица. Он подобрал, ну, я не знаю, один другого лучше. А наших играли с мягкими чертами лица актеры, таких немножечко заторможенных, из большой России, из большой страны, с другой скоростью. А чего торопиться? Там что-то... И вот эта разница видна, когда вроде простоватые люди победили, а те, у которых все было налажено, машина. Почерк. Он сменил почерк в картине. Не свой, а чужой почерк. По стандарту снимались фильмы. И уже вот после этого стали и другие режиссеры иначе смотреть на это. Для Басова были очень важны детали. Мундиры шили в соответствии с оригиналами. Особенно точно работали с формой для женщин. Людмила Чурсина сыграла в этом фильме немецкую девушку Ефрейтера. У меня к вам просьба. Помню только, когда я вошла в комнату, в его кабинет, так на меня посмотрела бы. Да, надо немножечко арийского, арийской упитанности прибавить. Поэтому мне шили такие толщинки, чтобы бока были покруче, помощнее, грудь. Вот. Выбеляли лицо, лоб уменьшали, чтобы оно было таким болидным. Вот. И, в общем-то, когда мы все это уже в гриме с этими толщинками, с формой, которую специально шили на эти толщинки, значит, с ним встретились, гримерно, он пришел, Костин говорит, ну все, сомнений нет. Очень точно подобрав актеров для фильма, Басов открыл для кино новых звезд. Станислава Любшина, исполнителя главной роли, Басов выбрал из-за схожести с прототипом героя романа. Олега Янковского, который снялся в роли Генриха, Басов увидел случайно. Его так поразило благородство Янковского, что Басов сначала даже не поверил, что перед ним актер. Это был первый фильм Янковского и первая встреча с таким необычным режиссером. И вот я сейчас все к Владимиру Павловичу, Басову подходил, спрашивал, Владимир Павлович, как мне выстроить сверхзадачу роли? Он говорит, что? Я говорю, как мне выстроить сверхзадачу роли? Он говорит, радость моя, ты кусочек сыграю, а сверхзадачу я тебе склею. Скорость, с какой он работал, поражала не только актеров, но и коллег-режиссеров. За то время, когда они выпускали один-два фильма, Басов снимал пять. К тому же еще успевал сниматься в эпизодах. Коллег это раздражало. Работал быстро очень. Я ему говорю, ты что делаешь? Ты что делаешь? Просто невозможно, как ты быстро... Он говорил, Володя, быстро это не значит плохо. Он никогда не делал раскадровку. Если он ее делал, то только для того, чтобы объяснить, предположим, художнику и оператору, как, откуда, куда поворачивает лицо артист, чтобы потом это все смонтировалось точно и монтировал сам. Но те, кто с ним работали, уже была своя группа. Большинство этих людей знали, что не надо выяснять отношения, надо точно выполнять его приказы. И тогда все получалось. Его долго нужно доводить было, чтобы он вдруг вскипел, краска бросалась ему в лицо. И я помню, даже я однажды наблюдала, белые становились, белые глаза. причем, как правило, в общем-то, это всегда было заслуженно. Но это очень редко бывало, но заслуженно, потому что он не терпел пренебрежительного и приблизительного отношения к работе. Но всего этого зрители не видели и не знали. Они любили Басова за его маленькие роли. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? Уберите, вы! Многие, прочитав фамилию Басова в титрах, были уверены, постановщик фильмов и смешной актер Владимир Басов это два разных человека. Он был настоящим актером. Он даже больше был, чем режиссер. И ему нужна всегда была аудитория, чтобы его слушали, чтобы он вообще как-то это чисто актерская черта. Он обязательно должен находить ответ тому, что он делает. Так вот, Басов такие вытворял вещи, так сочинял их, и так рассказывал. Он любил играть и в жизни. Любую жизненную ситуацию мог превратить в мини-спектакль. Причем с пользой для себя. Именно так и произошло, когда он захотел попасть в Париж. Для этого ему пришлось устроиться водителем съемочной группы фильма «Тегеран-43». Теперь иду я по коридору, мы снимали «Тегеран», начинали снимать перед поездкой в Париж. Иду по коридору, вдруг вижу, бежит фигура. Очень смешной был. Бежит фигура и падает на колени передо мной. Говорит, отец! И хватает меня за колени. Конечно, старше меня было. Я говорю, что, что, что ты хочешь, сын? Он говорит, я хочу в Париж. Я говорю, какой Париж? Ну, возьмите меня в Париж. Мы не берем никого в Париж. Мы там берем все роли уже давно распределены. Возьмите меня в Париж. Делон будет рад. Возьмите меня в Париж. Я говорю, что вы думаете? Мы написали небольшую роль шофера. Я говорю, только будешь ездить на машине, сумеешь по Парижу ездить? Сумеем. Поймите, что вам нанять там шофера дороже, чем везти меня в первом классе, поселить в гостинице пятизвездочной, а кормить, как на убой, свинью и привезти домой сюда. Вот это вам будет дешевле стоить, чем нанять такси. Володя, мы поняли, что это будет дешевле стоить, потому что остаток нашей жизни уже пройдет в ужасной травле с той стороны. взяли, он с нами в картине ездит, у него есть такой эпизодик, он на машине проезжает, причем так ловко адаптировался там. Он в кадре всего несколько секунд. Его специально снимают так, чтобы лицо невозможно было узнать. Басов за рулем Ситроэна DS. Во Франции он уже вышел из моды, а в Советском Союзе были убеждены, что настоящий француз должен ездить именно на такой машине. Именно Басов попросил Наумова, чтобы в кадре был Ситроэн, по Парижу на Ситроэне, предел желаний советского романтика. Автомобили это еще одна великая страсть Басова. В машинах он разбирался прекрасно, ездил быстро и виртуозно, покупал лучшие советские автомобили. Конечно, это были Волги, сначала 21-я, а потом 24-я. Николай Досталь в то время работал у Басова вторым режиссером. Он также был, как тогда говорили, автолюбителем. И все свое свободное время проводил в том же гараже, где держал свою Волгу Басов. Я скажу так, что его очень любили в гараже, потому что он, во-первых, был такой заядлый автомобилист. У него я уже сколько, я не знаю, даже во время нашего общения он, по-моему, сменил не одну машину и менял, потому что появлялась новая модель, более усовершен, ну, как сказать, в какой-то степени более, так сказать, как теперь говорят, оттюнингованной. То есть была такая Волга, теперь стала такая Волга, потом стали такие Жигули и так далее. И он всегда менял машину, ему удавалось это делать. И, значит, в гараже его, как бы, ценили, но он там был, как, не знаю, как звезда. Он приезжал, оставлял машину, механик ее брал, в гараж закрывал. вот, потом, когда Владимир Павлович приходил в гараж, уже механик стоял там, он уже ему открыл ворота, уже выгнал машину, если это зима, он ее прогрел, и Владимир Павлович садился в теплую машину и ехал. Ну, вот, предположим, мы едем на юг. Но у меня, вы понимаете, я как-то, наверное, организована иначе, я не знаю. Со стороны это может показаться шизофренией, но я говорю, в 6 утра мы выезжаем. Я точно знаю, что он все равно с утра не спит. Значит, я все делаю под его расписание, под его энергетику. В 6 утра он встает, пьет кофе. Если он пьет кофе, значит, он уже может сесть за руль. Значит, малышей в машину, все готово с вечера, корзина с едой, и все, в 6 утра мы выезжаем. В 6 вечера мы в Ростове-на-Дону. 1200 километров. Басов любил длинные автомобильные путешествия. После фильма «Щит и меч» перед ним открылся железный занавес. И ему разрешили свободно выезжать в Европу. Для обычного советского человека тогда это было почти то же самое, что полететь в космос. Но уже в первой турпоездке с ним случилось серьезное происшествие. Летом 68-го Басов оказался в Чехословакии. Причем в тот же день, когда страну оккупировали советские войска. История могла закончиться трагически для кого угодно, но не для Басова. Это смешная история. Он вообще притягивал к себе, знаете, как магнит всякие нелепые истории и так далее. Они со Швейцаром поехали в Прагу. Не в Прагу, а по Европе на машинах. Машина Швейцаря, машина Басова идет с семьями. Поехали и рано они то ли из Варшавы выехали, то ли еще откуда-то, я не знаю уже. Сейчас не помню. И вот они идут по дороге, вдруг Басов говорит, слушай, что-то, по-моему, землетрясение. Какое землетрясение? Это прислушай, сейчас остановись. Гудит. Гудит что-то, гудит. И дальше, значит, они выяснили, что за ними идет колоссальное количество танков, колонна. Огромное. Они как наярили вперед. И Басов шутил, что он первый ворвался в Прагу во главе танковой колонны. Ну, такие идиотские вообще ситуации случались. А вообще, он не давал. Там с советскими номерами машины разбивали. Он забрал мальчишек пражских. Значит, и с ними там нашел какой-то общий язык, чтобы они охраняли его машину. и на ней написал, значит, что I am not soldier. I am artist. Он поставил исключительный знак на своей машине. Вроде, сейчас не помню, но вроде его не тронули. Вроде его машину не тронули. Там все перебили, а его машину не тронули. Какой приятный мальчуга. Здравствуй, мальчик. Как себя чувствуешь, малыш? Басов и дети это отдельная история. С детьми он легко и без особенных усилий находил общий язык. Секрет был прост. Он общался с ними на равных, даже не зная языка. А детям не нужен язык, чтобы понять перед ними свой. В 74-м Басова пригласили в детский фильм «Абуратино». На роль Дуримара сначала пробовали Валентина Гафта и Владимира Носика. Но только у Басова буквально все идеально попало в десятку. Внешность, голос и талант. Странно, но смешной танец, в котором Дуримар крутился в болотной грязи, стал чем-то вроде визитной карточки Басова. Дети, случайно увидев его в других фильмах, говорили «Смотрите, Дуримар!» Прозвище подхватили он был любимцем всей съемочной группы, особенно детей. Дети буквально вешались на него в перерывах между съемками. После Дуримара Басова приглашают в следующий детский фильм о красной шапочке. Басов с его голосом и внешностью, конечно, главный волк. А красная шапочка самоуверенная семилетняя девчушка Яна Поплавская. Все, что касается Басова, наверное, самое смешное воспоминание и вот сцены, которые очень многие запомнили, когда красная шапочка встречает, да? Волк говорит, какая встреча? Я ему говорю, какими судьбами? Кого я вижу? Какая встреча? Глазам не верю. Какими судьбами? Это было очень смешно, потому что ситуация была очень сложная. Мы снимали на косе, и это была закрытая зона, куда не пускали вообще никогда никого. Договорились с лесничеством, там заплатили какие-то деньги, они нашли деревья, которые уже умирают. два дерева, понимаете? То есть, может быть, только два дубля. И это гигантское дерево должно завалиться. Сто раз мы прорепетировали, по-моему, даже не сто, а сто пятьдесят раз. И в итоге мы выходим на точку, басов стоит за деревом, я начинаю движение, басов начинает движение, дерево заваливается. Я достаточно близко подхожу, нужно было уже тормозить, и от того, что это прошло рядом со мной, у меня некий ступор. И тут появляется басов. И с таким же лесом говорит, какая встреча, а бэкграунд другой, слава богу, что ничего не случилось. И смотрит на меня, а я не помню текст, а я его забыла. И такая пауза, и единственное, что, и самое смешное, что это легло, я размажу руками и говорю, какими судьбами? Глазам не верю, какими судьбами? И он начинает дико ржать. То есть, если бы не восьмерка, которую снимали меня, то все бы увидели, как он просто, причем такой хохот в голос. И они меня потом давили, что он мне говорит, Янка, ну еще раз скажи вот таким тонким голосом таким, не своим, какими судьбами? Он очень дразнился. Вот это то, что мне, конечно, запомнилось, и бесконечные, бесконечные шоколадки. С Басовым вот как раз это была вот именно любовь такая с первого взгляда. Такой высокий, смешной, я бы сказала, тощий такой, какой-то очень никультябистый, абсолютно совершенно человек отвязный. Ну, в том плане, что он позволял себе делать то, что он хотел. Не было двери, в которую бы он не вошел. Ну, хитрец. Очень ловко обходился с теми, кого надо взять в плен. Он их так очаровывал сразу. И теперь, когда мои подруги спрашивают, ну как, вот как понравится? Я говорю, как только видишь мужчину, не говори, здравствуйте, сразу всплескиваю руками, говорю, какой вы красавец! Мужчины как женщины. Они тоже любят комплименты. Почти каждый писал стихи. Ну, что жалко сказать добрые слова. Басов это делал. А уж если это женщина, неважно какие у нее формы. Женщина все равно женщина. Комплимент попадает всегда в цель. Под обаяние Басова попадали абсолютно все, без исключения. В том числе и большие советские начальники. Они также любили хорошее кино. Басова часто награждали, но к таким отличиям он относился легко. Государственную премию, которую он получил в 82-м, Басов до копейки прогулял с друзьями. Ордена и медали ему тоже вручали часто, но он их никогда не надевал. Басов был внутри очень свободным человеком и играючи мог высмеять любую советскую формальность. Но ему все сходило с рук. Был такой случай однажды он немножечко набезобразничал, выпил больше, чем надо. Он умел это делать. А в это время давали всем ордена. Юбилей какой-то был. Вот нам всем давали Тарковскому, Чухраю, нам, Саловому, Ростоцкому, Басову. Но он вот бедокурил перед самым юбилеем и его вычеркнули с награждением и дали ему значок «Отличник кинематографии». Я уже не знаю, как он назывался. Он говорит, а я не нумизмат. Я вообще-то значки не собираю. «Нет, это мне не нужно. Я от советской власти меньше ордена Ленина не беру». Все захотали кроме несчастного наручающего. Он повернулся и не взял. При этом Басов хорошо вписывался в любую систему и с легкостью обходил конфликты. Возможно, поэтому следующий фильм о гражданской войне поручили снимать именно Басову. Хуже слухи каждый час. Петлю рай идет на нас. Пулеметы мы зарядили. Фильм по пьесе «Дни турбинных» Михаила Булгакова. Пьеса о белых офицерах. Булгакова разрешали ставить неохотно, а Басов очень любил Булгакова. Сценарий написал сам. Он стремился, чтобы текст точно соответствовал пьесе. Басов сохранил даже название «Дни турбинных». Цензура вырезала всего две фразы. От композитора он требовал, чтобы музыка к фильму была под старину. После премьеры эти песни пела вся советская интеллигенция, считая их настоящими белогвардейскими романсами. Впрочем, главный хит фильма «Белая акация и гроздья душистые» на самом деле был почти дословно списан с дореволюционного романса. Вообще-то это был первый и единственный советский фильм, в котором белые не враги, а просто симпатичные обычные люди. Одного из них, капитана Мышлоевского, сыграл сам Басов. Вторым режиссером был Николай Досте. Ну, ситуацию так конкретную мне описать сложно, но бывало, что я, так сказать, немножко по наглости, по молодости я где-то Владимиру Павловичу что-то говорил, но это казалось, это касалось обычно каких-то какого-то такого легкого наигрыша, плюса, когда он, так сказать, немножко наигрывал своего Мышлоевского и будучи в кадре, а не за кадром и практически это не видел, то я имел смелость ему об этом говорить. И он, бывало, что он соглашался, но бывало, что он говорил, Коль, ты ничего не понимаешь. Гениально, все гениально, все отлично, все хорошо. Ну, вообще, я считаю, что очень сложно играть и снимать самому, но он любил сниматься, он любил сниматься. Особенно последние годы он любил сниматься и иногда даже можно было и отказаться от какого-то неинтересного эпизода. Он соглашался, как-то для него это был такой, какой-то был драйв, когда он в кадре, когда он в кадре, был какой-то драйв, а не за кадром. Снимая одну из сцен, Илья Миньковецкий, близкий друг и оператор всех последних фильмов Басова, увидел то, чего второй режиссер не увидел. Миньковецкий не на шутку испугался. Это был настоящий сердечный приступ. И, значит, и Ларесик заплакал, там была ситуация такая, ему страшно стало, стреляли уже, он заплакал. И Басов, значит, ему сказал, кто тебя обидел? Ну, это так, такая сцена хорошая, вы это, может быть, увидите. И что, Ларион, кто тебя обидел? И испугался. Кого? Он очень его пожалел, и кто тебя обидел? И как-то расстроился безумно. И там будет сцена, где он садится и говорит, сволочь, и вообще, так сказать, этого самого. Он крепостной правый, Александр Третий, я могу ошибиться, отменил, а его расстреляли. Петр Третий, ну что он им сделал? Что? Оружие войны не надо, отлично. Он же прекратил войну. И кто? Собственный тварянин, царя по морде, бутылка. А Павла Петровича, парсигарем, князь по уху. А этот забыл, как его, с бакенбардами, симпатичной, так его бабой. Алёша! Ох, мне что-то плохо, брат. Ему плохо? Капитану плохо. И он так сказал это, и как-то ему стало плохо, и он заплакал. И я смотрел в камеру, и тут же через камеру начал наблюдать, потому что я испугался ему, я знаю, что у него не очень сердце-то. Думал, что с ним это случилось. Вот такой достоверности вот этот парень был, Володя Басов. Уже после съёмок стало понятно, что это инфаркт. Врачи предупредили, если хотите жить, никаких нагрузок на сердце. Но для Басова это было уже невозможно. Он не пил 15 лет, с того самого момента, когда от него ушла Наталья Фатеева. И когда вот случилось с ним, он сорвался в первый раз. Он был на съёмках в Болгарии, каким-то образом там расслабился и сорвался. И вот на картине, которую мы снимали в Каневе по Булгакову, Дни Турбяных, вот, он уже вот этой экспедиции в Киев мы поехали, и он уже был не очень в порядке. Он держался, он снимал, но уже, так сказать, остановить это было невозможно. Людям этой профессии очень тяжело себя успокоить, да и как успокоить, когда в течение полугода идут съёмки, ну, у Басова чуть меньше, предположим, где ни на секунду ты не можешь вырубиться из этого состояния энергии. И человек плохо спит или не спит, а рабочие дни каждый день, и, конечно, тяжёлое состояние. Валентина Титова пыталась остановить его, но не смогла. Болезнь оказалась сильнее. Ну, один раз сказала, второй раз сказала, третий раз сказала, но при этом же гибнем мы все. Надо было выбирать. Я выбрала семью, детей. Первая умирать начала я. И, пройдя через раковый корпус, я приняла решение. Когда я принимаю решение, меня уже ничто не остановит. Всё. Я долго жду, я три года его уговариваю. она забрала детей и ушла. Басов остался один. Теперь у него был лишь один способ удержаться на плаву – работать. Но снимать Басову как раз не давали. После премьеры в 76-м Дни Турбиных положили на полку на 10 лет. И тогда Басов начал хвататься за любые, даже мелкие роли. И вообще он у хороших режиссёров был блистательный просто. Мы вообще даже не знали, кого мы потеряли вообще. Он был актёр способный. Но он снимался много. Я его однажды спросил, Володя, ну эти эпизоды вообще, ну в любой картине, ну не получается так, из поезда в поезд, так сказать, и это всё подавляешь, потому что приходишь, там уже режиссёр на задних лапках какой-то, и ты там чё хочешь, то и делаешь. Нехорошо, всё-таки режиссёр в картине нужен, и тебе тоже. Вот. Он говорит, Илья, я боюсь спиться. Он сказал, мне нужно всё время работа. Работа оттягивала неизбежный конец, но не могла заполнить вакуум одиночества. Чем дальше, тем чаще происходили сердечные приступы. В отчаянии Басов всюду разыскивал Валентину. Он всё ещё надеялся, что сможет её вернуть. И пришёл Полуянов, мы на кухне сидели с Басом своим приятелем профессором и сказал, а мы все искали актёры, звонили, искали Валю, найти было невозможно, она скрылась, нет её. И Сёжа сказал, вот этот, я забыл его фамилию, профессор, он тебя вылечит. Значит, Басов совершенно обалдел, просиял каким-то образом, он значит, так сказать, а тот ему сказал, и он даже приподнялся с табурета, а тот ему сказал, Басов, давай одевайся быстрее, брейся, там нас такие девочки ждут. И Басов упал на колени перед ним и зарыдал. Он понял, что всё отказывается от поиска в Вале, и уже друзья предлагают девочек. Ну, имею в виду Серёжу Полуянов, предлагают девочек. я должен сказать, девочки его никогда не волновали, он любил очень Валю, и вообще был однолюбом. Потерю своей последней самой большой любви Басов так и не смог пережить. На съёмках очередного фильма у него снова случился приступ. Друзья пытались вытащить его, поднять с больничной койки, но он говорил, что у него нет сил жить. Я пришла, ещё никого не было, и он мне говорит, ты знаешь, что для меня самое тяжёлое, это когда я просыпаюсь. Я сплю, я забываюсь, я не помню ничего, а когда я просыпаюсь и чувствую, что у меня я скован, я не могу двигаться, я без помощи, мне так хочется умереть. Я не хочу уже жить. И всё-таки однажды произошло почти чудо, которое хоть и ненадолго, но вернуло Басова к жизни. Валю я встретил на остановке Мосфильма, значит, и рассказал, вот, что случилось, что Басов лежит в такой-то, в такой-то больнице, и если бы ты туда приехала, это было бы хорошо. Она говорит, я обязательно приеду, что я позвоню, сейчас я бегу там какое-то звучание, и это самое, передай ему, что я его люблю. я приехал с этим, прилетел туда, с этим, с этой прекрасной вести, и я сказал ему об этом, что я встретил Валю совершенно случайно, и рассказал о случившемся, и она сказала, а где он лежит, как же, а я говорю, я вот сегодня к нему еду, она сказала, я не могу сегодня передать ему, что я его люблю, и я Басову передал. Вот, ну, так сказать, как светлеет человек на глазах, ну, наверное, нам приходило на нашу жизнь видеть, просто он весь посветлел, глаза, и это, мне показалось, что даже он поправился. любовь не исчезает, ты принимаешь решение, это твой поступок, боль остается навсегда, это, лишиться этого невозможно, и у меня, и у детей. Вы его до сих пор любите? Конечно. 17 сентября 1987 года Владимир Павлович Басов умер в своей квартире. Он, конечно, был блистательный мастер, блистательный, потому что личность крупная была, он очень талантливый и разносторонний был человек, он был очень импровизационный. Вообще, я могу сказать, что он, как человек, он, может быть, даже был талантливее своих произведений, то, что он снимал, вот мне кажется, что, может быть, он еще не снял то, что он бог снял. ВПБ Владимир Павлович Басов, сокращенно, наверное, среди, вообще, в галерее каких-то выдающихся фотографистов он занимает одно из самых ярких мисс. он был как бы все время, он рвался вперед, он рвался уже к другой картине, он снимал одно, а ему уже мерещилось другое. Он был такой, бегун на длинные дистанции. КОНЕЦ КОНЕЦ